Суда. Собери все кредитные карты, сгруппируй каждого кредитора по отдельной папке, создай сквозной реестр и так далее, и так далее. Но, к сожалению, мы столкнулись... Правила совершенно не хитрые. К сожалению, мы столкнулись с тем, что граждане все-таки боятся идти в суд, предпочитают заплатить необоснованно высокие суммы юристам, которые выполняют всю эту несложную работу и, опять же, выступают в роли переводчика с бразильского языка на португальский. Тривиальная работа, достаточно даже рутинная. Здесь я расскажу несколько слов о том, как с помощью электронной подписи можно подписать клип и исполнить достигнутое мировое соглашение добровольно. Подобно тому, как вы обмениваетесь фотографиями и альбомами с вашими близкими и друзьями, либо размещаете эти фотографии в режиме приватного доступа, точно так же можно разместить на облачных сервисах документы. Документы, как правило, используются в PDF-формате при работе с судебной системой. Вы можете подписать эти документы с помощью электронной подписи. Вот здесь эта программка CryptoArmGhost. Возможно, мы увидим ее более подробно позднее. Но, кроме того, наша инновационная составляющая этого процесса заключается в том, что вы можете клип пояснений по делу также подписать с помощью электронной подписи. И при этом, в том случае, когда вам будет отказано, например, в восстановлении сеанса видеоконференц-связи, в конкретном суде, вы можете сослаться на клип, размещенный в сети и направлении адреса в судье. В этом случае это будет совершенно законное и допустимое доказательство, которое суд не вправе игнорировать. Как только достигнуто мировое соглашение, это мировое соглашение можно и нужно исполнять добровольно, а сам исполнационный лист здесь должен играть роль документа, который просто обеспечивает уверенность контрагентам, повышает, укрепляет доверие по отношению друг к другу. Но, в целом, исполнационный лист – это моментальный снимок на конкретную дату, конкретный момент. Однако, каким способом вы будете исполнять этот исполнационный лист, какие рассрочки, отсрочки и проценты при этом будут начисляться, зависит целиком от доброй воли сторон. Мы об этом рассказываем на специальных курсах, посвященных вот этому сервису «Договор Е-медиатор.ру». Главная цель – это договориться на стадии исполнационного производства и вернуть исполнационный лист как что-то ненужное обратно в суд, общий или арбитражный. Посмотрите, пожалуйста, другой кейс, который позволил нам защитить права дольщика в сложном споре с застройщиком. Дело касалось решения суда. Это решение суда вступает в законную силу через один месяц, если оно не обжаловано. Таковы правила. И мы их с вами уже рассматривали несколько минут назад. Было подано заявление о банкротстве в тот же день, как только решение вступило в законную силу. Однако юрист-консульт застройщика утверждал, что днем в ту же дату подал апелляционную жалобу и таким образом он опередил дольщика. Правда, были при этом детали. По руковому истечению обстоятельств юрист-консульт приложил к своему обращению к апелляционной жалобе просроченную доверенность. В этом случае правило Гражданского процессуального кодекса требует такую апелляционную жалобу вернуть назад. Без оговорок. Мы инициировали проверку. Проверка в суде показала, что юрист-консульт застройщика подписал свое обращение с помощью сервиса госуслуги «Единый сервис идентификации и аутентификации». Запомните эту аббревиатуру. ЕСИА.